Добрый день и добро пожаловать на канал перевод жив. Сегодня мы хотим поговорить о нашей интересной профессии с не менее интересным человеком. Дмитрий Бузаджи специально прилетел ради этого из Америки. Итак, кто же он? Раз, раз. Перевод жив. Ну, сразу хотел бы задать первый вопрос. У вас, насколько я знаю, нет специального переводческого образования. Как так получилось, что вы пришли в эту профессию? Через какое-то время, когда я закончил свой вуз по специальности, я программист, и я работал программистом, пока был студентом, довольно успешно работал, а потом наступил какой-то такой период, там было повсеместное пиратство, и программисты как-то зарабатывали не очень много, а мне случайно подвернулось вот именно в библиотеке иностранной литературы. Я увидел объявление, что нужны переводчики. И пошел туда работать переводчиком. В то время в Россию приезжало огромное количество западных миссионеров, вот им всем нужны были переводчики, и вот я, как и многие мои коллеги, начинали с того, что переводили на каких-то вот таких религиозных мероприятиях. Это была еще не самая престижная работа. У нас была такая суперэлитная группа переводчиков, там, ну, собственно, два человека, которые переводили Новый Завет, делали новый перевод Нового Завета на русский язык. Они занимались преподавателем греческого языка из МГУ, и они были такие очень крутые ребята. Мне, конечно, всегда очень хотелось быть похожим на них. И однажды, случайно, опять же, совершенно случайно, что меня взяли работать в эту группу, вот, и сколько-то лет, не помню, я тоже прям выучил греческий, язык, и в итоге мы вот с еще одним парнем занимались переводом Нового Завета. Вот параллельно там многое переводил с английского языка тоже. Потом там уже был следующий этап, занимались переводом Ветхого Завета, тоже занимались там ивритом с одним из лучших преподавателей в России. Вот. Ну, это так был, первый период. А потом, в какой-то момент, ну, возвращаясь уже к английскому языку, мне попалась книжка Павла Руслановича Палашенко, «Мой несистематический словарий». Эта книжка вот для меня тоже стала каким-то таким новым этапом. Я увидел, что это какой-то совсем другой уровень, другой уровень отношения к языку, другой уровень отношения к переводу. Намного более серьезный и ответственный, чем все, что я делал до сих пор. Я начинал как устный переводчик и начинал как устный переводчик не очень важных вещей. И мне, и всем переводчикам, а переводчиков вокруг я видел массу, всем была свойственна такая какая-то расхлябанность и, ну, такое достаточно расслабленное отношение к качеству перевода. Нет особого смысла там как-то внимательно относиться к каждому слову. Ты переводишь какой-то общий смысл. Если ты что-то пропустишь, что ты добавишь от себя, что ты исказишь, ты не так уж и важно. Вот. И я как бы вот, варясь в этой среде, я привык именно так относиться. И это вот до поры до времени вроде как было нормально. А потом я начал читать эту книжку Палашеченко, я начал читать, как он разбирает какое-то слово, пытается понять все оттенки смысла там, как это слово звучит, какой там есть, какая коннотация там, какой регистр и так далее, и так далее. Мне это было очень симпатично, очень близко. Я как-то сразу отозвалось во мне. И я эту книжку там прочитал, зачитал до дыр и начал сам тоже. Мне захотелось тоже вести себе какие-то такие записи. Я тоже начал много читать и обращать внимание на такие вещи. Ты не помнишь, такое есть слово? Какое-то есть слово. Когда есть какие-то government agencies, какие-то есть структуры в правительстве, и у них есть внутри их организации какая-то солидарность или какие-то свои интересы. Как это называется? Что самое важное для начинающего синхрониста? Что было самое трудное, может быть, на этом начальном этапе? Переходил на синхронный перевод постепенно. Я же ему никогда не учился. Я просто... Было очень много нашептываний. Я начал с последних переводов, и это быстро переходило на нашептывание. Вот. Очень много. Очень много нашептываний. И это практически постепенно переходило, само собой, в синхронный перевод. То есть, когда ты нашептываешь, ты поневоле учишься переводить синхронно. Я даже не помню, как это получилось, что я начал переводить синхронно. По-моему, мне нужно было переводить какие-то аудио- или видеокассеты, какие-то лекции, проповеди. И сначала мне давали там кассету и давали день на подготовку, день на проработку. Потом нужно было записать перевод. Потом их стало больше. Мне стали давать два часа на подготовку часовой кассеты. Потом час. Потом как-то раз мне сказали, знаешь, что сейчас нет времени вообще готовиться. Ты просто садись, мы включаем, и ты переводи. И как-то вот так потихоньку все начиналось. Я не помню, что было тяжело. Было поначалу тяжело, в принципе. Я выходил после этих записей, после этих переводов, выползал как, я не знаю, боксер с ринга, после того, как он там провел 10 раундов, весь мокрый какой-то. Но мое глубокое убеждение состоит в том, что возможности человеческого организма, человеческого мозга практически безграничны. И все дело в том, какую ты нагрузку себе даешь. И все дело в привычке. То есть первый раз было безумно тяжело. Не что-то конкретное, а просто тяжело. Безумно нервничаешь, волнуешься, устаешь. Второй раз чуть-чуть полегче, третий раз чуть-чуть полегче. А заканчивалось это все тем, что мы могли переводить какую-то, скажем, проповедь синхронно, параллельно, я не знаю, условно говоря, разгадывать кроссворд. И параллельно мы еще с напарником видели там в зале какие-то знакомые лица, показывали друг другу каких-то знакомых, там что-то писали друг другу на бумажке, какие-то записочки. То есть ты успеваешь не только синхронно переводить, но правда там перевод был достаточно простой и однотипный. Первые четыре метода он употребил на Еве. Как вы считаете, если переводчик, наблюдая за тем, как работают коллеги, или читая их переводы, замечает какие-то ошибки, стоит ли об этом своим коллегам говорить? И, в общем-то, если да, то с какой целью? Если это была, допустим, не случайная ошибка, он каких-то вещей не знает, ты можешь просто ему что-то показать, чем вот ему научить, для него это будет полезно, в следующий раз он эту ошибку уже не сделает. Есть люди, которые только рады. Я всегда сам это приветствую по отношению к себе. У меня нет никакого на этот счет уязвленного самолюбия или еще чего-то такого. Я только рад. Я сам за то, чтобы мы друг друга поправляли, в том смысле, что помогали друг другу становиться лучше. В принципе, это, я считаю, одна из главных бед вообще переводчиков, что, достигнув определенного уровня, они перестают двигаться вперед, застывают в своем развитии, именно потому что они подсознательно считают, что у них все нормально, и окружающие, да, окружающие, никто никому не говорит там, что вот знаешь, тебе бы имело бы смысл на это обратить внимание. Просто все как-то застывают в своем развитии, и мне кажется, это плохо. Да, вот я как раз хотел спросить в связи с предыдущим вопросом, что может или должно подталкивать сложившегося и востребованного переводчика продолжать профессионально расти и работать над собой. Отсутствие роста может объясняться двумя вещами. Либо человек сам не хочет расти, либо он пытается расти, но делает это как-то неудачно. А если он не хочет расти, то это значит какое-то самодовольство и отсутствие перфекционизма. Мне кажется, что это плохо. Я сам по натуре перфекционист, и мне вообще кажется, что переводчик, да и вообще хороший профессионал всегда должен быть перфекционистом и стремиться к совершенству. Мне кажется, беда многих переводчиков, пусть даже они перфекционисты, пусть даже они понимают, что они переводят не идеально, пусть даже они хотели бы переводить лучше и готовы тратить время, силы на то, чтобы повышать свой уровень. К сожалению, очень часто они фокусируются не на тех вещах. Переводчики, ну и широкая публика в целом, когда речь идет о переводе, зацикливаются на каких-то ярких, хлестких, интересных, но второстепенных моментах. Вопросов неплохих, у нас нет хозяев, у нас нет подчиненных. Мы здесь все в равном положении, несмотря на то, что нас загнали, как называется у вас? Сюда. На панель. Лучше на подиум, скажем, на подиум. На подиум. Сколько раз Палашченко там спрашивали, а как переводить мочить в сортире, а как переводить мы вам покажем кузькину мать, а как переводить Россия не умеет стоять в раскорячку, а как бы вы перевели мы их цап-царап. Вот. Это все каламбуры, шутки, вот такие какие-то хлесткие, интересные фразы. Это все замечательно. Если переводчик может сходу придумать какой-то гениальный вариант, что-то такое же, яркое, что очень хорошо воспринималось бы, было сразу всем понятно. Это замечательно. Но это небольшой бонус, это такой небольшой плюс. Копилка переводчика. Нужно понимать, что работа переводчика состоит не из перевода анекдотов, не из перевода каламбуров. Эти каламбуры составляют какую-то ничтожную долю процента от того, что мы переводим. И это общее качество перевода определяется не этим, не тем, насколько удачно человек перевел каламбур. Основная масса работы – это скучный поток информации. Например, во время переговоров всегда есть масса приятных вещей, которые стороны говорят друг другу. Мы так рады, мы так благодарны за ваше гостеприимство, ваш теплый прием. Но подспудно идет обсуждение каких-то спорных вопросов. И эти вещи, самые важные вещи, ради которых люди встречаются, говорятся как бы в проброс. Это не всегда выпячивается, потому что это считается неприлично. Об этом говорится как бы ненароком. И переводчику, например, очень важно не пропустить вот эти вещи, которые говорятся как бы вскользь. На самом деле это самое важное. Это то, ради чего люди встретились. Это то, что они хотят обсудить. Вот это почувствовать, уловить вот этот самый важный момент, адекватно его передать. Вот это, например, очень важно. Есть и другие вещи, которые намного важнее, чем удачная переведенная шутка. Многим переводчикам имеет смысл обратить внимание на то, насколько легко их слушать. Дело в том, что сам переводчик, когда он переводит, синхронист, или просто переводчик, который делает какой-то ответственный перевод, он находится в состоянии такого ража. У него происходит выброс адреналина. Ему все нравится. Он слушает выступающего. Он пытается его понять. Возможно, он его понимает. Потом он торопится выразить эту мысль, если речь идет о синхронном переводе. И ему кажется, что вроде как он ее выразил. Но, может быть, он просто сам ее понял. Насколько он понятно ее изложил для тех, кто его слушает, это большой вопрос. Часто с этим есть серьезные проблемы. Я всегда старался все-таки говорить так, чтобы было легко слушать, чтобы аудитория была нормальна, говорить не торопясь, спокойно, уверенно, и так, чтобы это было понятно. Нужно обратить внимание на произношение, подачу, на то, чтобы говорить так, чтобы человеку было тебя комфортно, удобно слушать. Вот это, если взвешивать различные переводческие навыки, я бы сказал, что это львиная доля успеха, львиная доля от общего качества перевода. А умение остроумно, быстро придумать перевод для какого-то каламбура, для какой-то яркой фразы, которую Путин обронил. Ну, это хорошо, но это не главное. Нужно делать какие-то базовые вещи. Нужно элементарно, например, научиться не пропускать что-то, не терять информацию. Если ты чуть-чуть отстал, нужно тренировать перевод в режиме запаздник. Нужно учить себя не теряться. Слушать что-то одно и параллельно говорить что-то другое. Нужно тренироваться не терять цифры. Это все какие-то такие базовые элементарные вещи, с которыми у многих переводчиков, которые работают на рынке, считаются неплохими переводчиками, у них на самом деле есть с базовыми вещами проблемы. Мне кажется, нужно обращать внимание в большей степени на базовые вещи. Я смотрел те выпуски, которые у вас были, и вы там как раз рассказываете про какие-то такие очень полезные базовые вещи. Эхо-повтор, перевод с листа. Мне кажется, это все очень-очень полезно. Мне кажется, это реально может помочь людям сдвинуться с какой-то мертвой точки и реально вырасти. Мне кажется, это было бы очень полезно. Как быть, если пришел переводить устно, но не понимаешь оратора совсем? Это страшный сон любого переводчика, по-моему, что ты совсем чего-то не поймешь. В моей жизни такое было один или несколько раз. Опять же, зависит от ситуации. Если ситуация там не очень формальна, если это не очень высокий уровень, наверное, правильно будет сказать там, извините, я там не понимаю. Но почему ты не понимаешь, если он говорит с каким-то очень сильным акцентом, например? Да, ты тогда... Я думаю, что и все присутствующие согласятся там. Сегодня каждый второй человек знает английский язык, более-менее худо-бедно. И всем очевидно, что человек говорит так, что ничего не понятно. Вот если переводчик в такой ситуации скажет, вот, знаете, мне очень сложно понять, что человек пытается сказать. Все согласятся, скажут, ну да, нам тоже понятно, что это не твоя вина. Вот. В какой-то более официозной ситуации я не знаю, что посоветовать, потому что нужно в любом случае как-то выкручиваться, что-то... Ну, вообще, в принципе, я просто никому бы не пожелал оказаться в такой ситуации. Нужно заранее готовиться. Я, например, для себя придумал такую вещь. Я осознательно прорабатывал какие-то акценты. Например, там, шотландский акцент. Вот я взял одного радиокомментатора из... Ну, это, правда, Йоркшир, североанглийский. Но это практически близко к шотландскому. И слушал его часами. Мне довольно... Мне не очень интересно было слушать про крикет, но, тем не менее, я вот слушал часами шотландскую речь про крикет для того, чтобы научить, приучиться к тому, чтобы понимать шотландский акцент, другие акценты. Ну, вот буквально недавно у меня была ситуация с шотландцами. Мне позвонили, сказали, что вот приезжает шотландская футбольная сборная играть с российской сборной, и им потребуется переводчик на предматчевые, послематчевые пресс-конференции. И сказали, ну, будет сильный шотландский акцент. Ну, мне было так интересно, что я сказал, ну, давайте попробуем. Вот. И тут же начал думать, вообще, не зря ли я согласился, смогу ли я там что-нибудь понять. Начал судорожно готовиться за несколько дней. Прочитал все про всех шотландских футболистов, все новости, все, что в последнее время происходило с шотландской сборной, все выучил. Приехал на эту пресс-конференцию, нам говорят, там произошла задержка самолета, значит, нужно будет пару часов посидеть, подождать. Вот, мы сидим, все ждем. Я уже с шотландскими журналистами поговорил, обсудил последние новости. Там, у кого травма в команде, что еще нового. Они мне говорят, я говорю, ну, а что вы, расскажите мне заранее, какие вопросы вы планируете задавать. Они говорят, ну, не волнуйся, все будет нормально. Фамилии футболистов знаешь? Я говорю, знаю. Все нормально будет, успокойся. Вот, я вроде успокоился, а потом, вот за 10 минут до начала пресс-конференции, я вдруг, не знаю, почему я не сделал этого раньше, нашел в Ютьюбе точно такую же пресс-конференцию, которая была перед предыдущим матчем, потому что это был уже ответный матч, который играли в России, а перед этим наша сборная летала в Шотландии, там был точно такой же матч, такие же пресс-конференции, они и есть в Ютьюбе. Вот, и я открываю в Ютьюбе эту пресс-конференцию, то есть это полный аналог того, что мне сейчас предстоит. Я начинаю слушать, как говорит Стивен Кларк, тренер шотландской сборной, и я понимаю с ужасом, что я не понимаю ни одного слова из того, что он сказал. И у меня начинается такой мандраж, я понимаю, сейчас Астапа будут бить, и, возможно, ногами. То есть сейчас придет этот Стивен Кларк, он сядет, начнет говорить, а я не смогу ничего перевести. Вот. И, ну, через 10 минут появляется Стивен Кларк, садится, я сажусь рядом с ним, внутри у меня все трясется. К счастью, первый вопрос задавал шотландский журналист, и у него не работал микрофон. Он встал, начал говорить, а микрофон не работает. Но он уже успел половину своего вопроса произнести. Потом он говорит, микрофон не работает, там кто-то подбежал, что-то нажал. Он там еще раз повторил свой вопрос. Вот. С третьего, с четвертого раза микрофон заработал, но к этому моменту я уже понял, что я понял его вопрос. По крайней мере, я уже что-то понял. Вот это такая, какая-то маленькая зацепка уже очень сильно помогла. Вот то, что он, то, что у него не сработал микрофон сначала, мне это ужасно помогло. Это смешно, но это так. Вот. Я вдруг почувствовал, что, ого, хорошо, хоть что-то, я уже понимаю. Отлично, супер, давайте. Стив, сенси, так же, сходи, вы, 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 мы знаем, что в последнее время в Сотландии несколько игроков получили травмы и не смогут выступить за сборную. Насколько это тяжело для сборной терять игроков? Ответ. Действительно, были некоторые травмы в последнее время, но, в принципе, как Дэвид уже говорил, когда кто-то получает травму, кто-то выбывает из состава сборной, это дает шанс более молодым игрокам проявить себя. Когда пошли вопросы, ответы, в принципе, более-менее я уже чувствовал себя нормально. Такого панического страха не было. Все, спасибо за внимание и до свидания. Раз, раз. Перевод жив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова